Доброго денечка! Меня зовут Мария Петрова и мы продолжаем наши разговоры о коррекции или технике восстановления архитектуры. Спойлер! Здесь не будет верхних форм. В одном из прошлых роликов я рассказывала, почему я не люблю эту процедуру и в каких случаях я ее все-таки делаю. Сегодня поговорим о выкладном френче в технике восстановления архитектуры. Выкладной френч визуально отличается от рисованного. Не будем сейчас говорить о том, какой из них красивше, тут, как говорится, на вкус цвет. Поговорим именно о визуальных отличиях. Первое отличие – это глубина. Рисованный френч может быть как очень широким, так и очень узким. Выкладной френч слишком узким быть не может, так как у него есть определенные параметры расчета глубины и ширины. Второе – высота усиков. В рисованном френче высота усиков может доходить аж до самых-самых синусов. В выкладном френче высота усиков будет начинаться из естественных точек роста, и это касается как укрепления, так и моделирования. Третий пункт – это наполнение. Рисованный френч редко получается сделать каким-либо разнообразным, кроме однотонной градиента. Да, сейчас в моде стемпинг, и стемпинга можно сделать тоже очень красивый ажурный френч. Но глубина, которая у вас получается в выкладном френче, особенно в аквариумном дизайне, не переплюнет никакой рисованный. Четвертый пункт – это толщина. Выкладной френч уже входит в процесс моделирования или укрепления, поэтому визуально сверху никакой толщины он не дает. Рисованный френч тоже не дает, если вы правильно подберете материал, например, краску с липким слоем, которая дает тонкое, равномерное и плотное покрытие без лишней толщины. Ну и не стоит забывать о такой важной составляющей, как цена на услугу. Выкладной френч – это эксклюзивная услуга, которая требует освоения более сложной техники, но и стоит она, соответственно, на порядок дороже обычного укрепления или моделирования. А что вы думаете о технике выкладного френча? Пишите в комментариях и не забудьте подписаться на канал и поставить лайк за наши труды. Ну а ко мне вернулась моя модель с моим прекрасным серым укреплением спустя 4 недели. Углы на месте, форма на месте, ничего никуда не просело, идеальный результат, которым я очень-очень довольна. Но мы будем делать сегодня прекраснейший выкладной френч, а для этого мне нужно снять все старое покрытие. Вообще, я всегда предпочитаю снимать старое покрытие практически до нуля, как максимум могу оставить очень тонкую подложку из эластичной базы. Всегда лучше положить сверху новый свежий материал, чем потом переживать за отслойки. После снятия основного объема материала фрезой, прохожусь тонкой пилкой на 240 грит, окончательно убирая все остатки старого материала. И запиливаю свободный край на заужение, чтобы мне потом из этой зауженной формы восстановить мой четкий и красивый квадрат. Опускаем процедуру моего идеального маникюра и сразу переходим к подготовке ногтевой пластины. Так как дальше я буду работать твердыми материалами, мне нужна подложка из эластичной базы и я выбираю акри-рабер базу. Она даст мне максимальную сцепку с покрытием. Убираю липкий слой и начинаю рисовать схему моего удлинения. От точки в роста до точки в роста прямая линия. Центральная ось пополам. И от точки в роста до свободного края тоже пополам. И еще раз пополам. От точки в роста до 1 четвертой прямая линия с одной и с другой стороны. И мягко закругляем посередине. Убираем направляющие и вот таким будет наше удлинение. Схема похожая на схему классического рисованного френча, но с небольшими оговорками. Прокрашиваю под кутикулу черный блестящий лак. Вообще этот маникюр будет очень блестящим. Я решила соединить в нем три вида блесток. Кисточкой для градиента слегка растушевываю границу, чтобы создать плавный переход. Для выкладки высоты бортика удлинения я выбрала светоотражающий 0,8 гель суфле. Этот тексатробный гель без способности к самовыравниванию прекрасно подходит для формирования четкого бортика и создания его высоты. Распределять гель суфле я буду до середины натуральной ногтевой пластины, создавая плавный переход от геля к натуральному ногтю на нет. Помогаю себе тонкой кисточкой уточнить форму и стянуть основной объем капли именно в свободный край удлинения, так как мне там необходима высота под опил 2 мм. Я двигаюсь четко по моей нарисованной линии, не заходя за ее края. Контролирую высоту бортика, так как помню, что помимо красивого выкладного френча я еще и восстанавливаю архитектуру. Ну а зону кутикулы я буду добавлять третьим блестящим материалом, это гель конфитюр низкой вязкости. Помимо обычных блесток и светоотражающих блесток я еще решила добавить хлопья юки. Как говорит одна моя знакомая, в жизни женщины рано или поздно наступает такой момент, когда в ее организме становится резкая нехватка золота. За что я люблю технику совмещения материалов в общем и гели конфитюр низкой вязкости в частности. Так это за то, что можно подобрать материал именно под твой запрос. Гели суфле создают нужную мне высоту, а гель конфитюр низкой вязкости, который распределяется просто моментально, создает очень плавный переход материала в зоне кутикулы. Ну а мы приступаем к опилу. Первым этапом опиливаем бортик, сразу создавая круглую линию. Дальше у нас идет опил поверхности. Я двигаюсь примерно по глубине от точки в роста до точки в роста. В зоне кутикулы можно не лезть, так как у меня там все уже выложено на готовность моим любимым гелем конфитюр. Следующий этап это опил боковых сторон удлинения. Пилку я завожу под 45 градусов в глубину бортика и пилю прямую линию от точки в роста до точки моей ширины. А дальше соединяю эти прямые боковые линии с моим свободным краем удлинения, создавая плавную круглую линию. Эта линия и будет моей будущей улыбкой френча. Прокрашиваю бортик черной гель краской. Не гель лаком, а именно гель краской, потому что только она мне даст тонкое, но очень-очень плотное покрытие. Важный момент. Краску необходимо очень хорошо просушить минимум одну минуту, а лучше две на всякий случай. Потому что если краска не высохнет, ваш свободный край просто отколется от ногтевого ложа. Краску, кстати, лучше выбирать с липким слоем, такую как краска White French от BSG. Резонный вопрос, нафига я прокрашиваю аж целыми двумя красками бортик? А я вам отвечу, черная краска будет перекликаться с черным гель лаком, который у меня есть у кутикулы, а белая краска будет подчеркивать мой белый выкладной френч. Прошу заметить, что я наношу белую краску, слегка заходя на бортик, для того, чтобы мне потом отслеживать высоту бортика при опиле. Ну а для поднятия свободного края и исправления архитектуры я выбрала еще один гель суфле 01 кипельно-белый. Основную каплю материала я переношу сразу как бы полукругом на свободный край, а дальше уже тонкой кисточкой начинаю уточнять мою форму, подтягивая на материал бусики и вытягивая недостающие нижние параллели и углы. Самое важное не давить кисточкой на материал, а иначе капля продавится и равномерно распределить ее будет очень тяжело. Поэтому я работаю самым кончиком кисточки и только на поверхности капли. Несмотря на большую плотность белого цвета, этот гель суфле прекрасно просыхает в высоту до 2 мм. Преимущество тексатробных материалов в том, что они никуда не растекаются и ими можно работать в комфортном для себя ритме, выводя максимально четкую форму для минимального опила. Хорошенько отовсюду убираем ритме слой и приступаем к моему любимому этапу аппаратное пил. Я в принципе все люблю пилить аппаратом, наверное это какие-то вьетнамские флешбеки после акриловых времен, когда мы пилили всю пилкой и не было ни аппаратов, ни вытяжек. Но в выкладном френче, на мой профессиональный взгляд, это прям обязательная опция. Как бы аккуратно и точно ты не выложил, тебе все равно найдется что попилить. И гораздо проще и быстрее это что-то пилить именно аппаратом, а потом уже дорабатывать пилкой. Торцы, боковые стороны, опил поверхности. Но опил это громко сказано, потому что по большому счету я просто зашлифовываю остатки аппаратного опила, сглаживая форму окончательно. Пилка на 240 грит, сильно на поверхность не давлю, чтобы не наделать борозд. Но и в конце нижние параллели. Переворачиваем руку и видим, какая толщина материала у нас получилась и насколько мы подняли свободный край. Конечно же шлифовка мягким бафом, чтобы окончательно сгладить все ребра от опила и аппарата, и пилкой. Выпиливаем всю толщину материала изнутри и смотрим, чтобы на нашем бортике нигде не было краски. И завершающий залипательный этап, это конечно же топ. Я взяла топ с ойф фильтром, так как френч у нас белый. Но и вот такие четкие, ровные, красивые, тонкие, звонкие квадраты у меня получились в итоге. Как по мне, перебора с блестками не случилось. А когда мы включили вспышку, то чуть с моделью не упали в обморок от такой сумасшедшей красоты. Гель суфли 08 оттенка у нас был светоотражающий. На мой изысканный вкус, этот дизайн очень круто смотрится, как со вспышкой, так и без. А как вам? Пишите в комментариях.